всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду я не считанное количество раз говорил в роликах что нужно делать домашние заготовки и насколько ускоряется процесс приготовления еды при их использовании вот например купили вы курочку не мороженую естественно окорочка отрезали крылочки отрезали грудку отделили остов остался забросили в морозилку пусть лежит мерзнет как скопилось достаточное количество не размораживая бросили в кастрюлю залили водой бросили крупными кусками прям нарубленную морковь лук и поставили вариться полчаса ну час от силы и у вас целая кастрюля отличного бульона осталось процедить разлить по пакетам и в морозилку пришли вечером с работы бульонную ледышку из морозильника в кастрюлю бросили за пять минут сокрачка все мясо срезали еще за пару минут мелко его нарубили и в кастрюлю где бульон и ледышка уже растопилась пока все закипит вы пару картошечек почистили порезали мелко забросили в кастрюлю и следом парочку ложек риса еще за пять минут луковицу почистили мелко нарубили и прям в сыром виде в кастрюлю бросили ну так же как вы в уху в сыром виде гладете или в шурупу то есть с момента прихода с работы вы 20 минут своего времени потратили на готовку 10 минут на ожидание и у вас готов обалденный просто супчик на ужин или как с колбасками в качестве заморозки купили в магазине мясо пропустили дома через мясорубку добавили соль на перец чеснока что там еще захотелось быстренько одели насадку на мясорубку набили колбаски по пакетам разложили и в морозилку пусть лежат мерзнут есть не просят вот в одном из прошлых роликов готовил такие вот так вот они в морозилке прямо лежат ссылка на тот ролик в описании ну и в углу тоже повешу есть не забуду и вот представьте пришли вы с работ вечером домой включили духовку картошку помыли нарезали дольками пять минут займет ну не больше чтоб противень потом меньше мыть фольгу его накрыть вот так картошку сюда соли перец красного острова чеснока прям в шкурке и масло растительного и перемешать на самом деле чего вы кроме соли сюда добавить это вам решать вы же для себя готовите и сюда же колбасу не размораживай ничего прямо такую прям дубовую и в духовку на полчаса верхний и нижний жар 200 градусов все смотрите я 5 минут потратил на нарезку картошки еще минут на то чтобы ее приправить и через 25 минут но полчаса от силы у меня будет готов офигительный ужин я на то что 5 килограммов колбасы на вертеть потратил час от силы на самом деле даже меньше сейчас в духовке у меня там полкило колбасы и килограмм картошки это минимум две порции это же на самых голодных то есть 5 килограмм это 20 мясных порций 20 порций и час времени по затратам то есть три минуты на порцию ну пусть вас семья 4 человек тогда 12 минут на порцию вас ушло подготовки и на гарнир вы тогда не 5 минут а 10 минут потратите то есть всего 22 минуты и у вас полноценный ужин 22 минуты ваших трудозатрат по времени и потом понятно ожидание когда она запечется в 25-30 минут духовки ну круто же так обалденно чем могу сказать прекрасная ярко классная колбаса замечательно так огурец и картошечку печеная картошка печеная картошка сама по себе сладковатая кисленький огурчик такой яркий вырви глаз она посолена она с перцем с острым хлопьями аромат чеснока тоже чувствуется потому что чеснок масло дает свои ароматы масла много там еще и жир из колбасы вытапливается поэтому вся картошка тоже такая немножко про чесноченная короче это классно это быстро сами видели то есть время я затратил сегодня вот конкретно сегодня на приготовление ну 10 минут наверное от силы да на самом деле даже меньше 10 минут с учетом перестановки камер остальное время только ждать пока колбаса приготовится то есть вот такие заготовки это вот такая вот классная штука для быстрых ужинов колбасы наготовил забросил в морозилку она там лежит приходите есть время что такое более интересно приготовить готовите нет времени достали колбасу приготовили короче делайте заготовки это просто это быстро огромное спасибо за лайки за дизлайки за репост за компанию огромное спасибо всем пока а